Разговор о развитии туризма внутреннего и внешнего состоялся в Центре туризма и побратимских связей Сибирь-Хоккайдо. Говорили не только о связях с городом-побратимом японским Саппоро, который появился у Новосибирска первым. Затем Тэджон появился, затем китайское направление. Сейчас мы вот сидели за столом, вот целый спектр проговорили. Мы вспомнили всех своих побратимов, а они не только у нас на Востоке, они и в Средней Азии, они у нас и на Кавказе, они у нас и на Западе, наши побратимы зарубежные. Это все очень важно развивать в этом направлении туризм и взаимоотношения. Способствовать развитию этих направлений, то есть привлечению туристов и не только из городов-побратимов, но и из других стран и регионов могут грядущие ключевые события. Первая из них – встреча 2023 года в новогодней столице, в которой объявлен Новосибирск. Мы хотим вот показать наиболее выигрышно и мероприятие, и город Новосибирск, чтобы туристы приезжали к нам и развивали в том числе определенные вклады в развитие нашей экономики. Второе событие, безусловно, через год, которое состоится, это юбилей нашего года, 130 лет. Здесь, конечно, у нас большие очень планы, большая очень программа, об этом надо уже сегодня говорить. А для того, чтобы город можно было красиво и содержательно представить потенциальным и уже прибывшим гостям и туристам, был создан интернет-портал «Велком Новосибирск», в котором можно и маршрут составить, и о достопримечательностях подробности узнать. У нас есть потрясающие места, потрясающие локации. У нас есть такие вещи, которые не знают даже горожане, которые живут здесь по 10-15 лет. И это вот одна из задач наших, мы себе ставим, горожане, чтобы узнали про свой город, затем наши гости, наши ближние города, которые хорошо к нам относятся. На фоне спадающей пандемии коронавируса успех программ развития туризма в Новосибирске видится вполне реалистичным. Правда, для этого, по мнению мэра Новосибирска Анатолия Локтя, необходимо не только удобное программное обеспечение для гостей создать, но и сам город подготовить, общественный транспорт, навигацию и многое другое.